Дмитрий 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 Я знаю, что вас сшивали, у вас на лице не было живого места И вас сшивали, ну, как вы знали, все равно не выживете, как труп Да, тремя стежками, как вот Фредди Крюгер, который мы видим Моя девочка, а мама была рядом? Она, конечно, меня нашла, но это, знаете, эмоции Я, когда очнулась, она была рядом, ревела У нас есть фотографии после аварии Ну, это уже с... Сколько времени прошло после аварии? Полгода прошло, ну, месяцев пять-полгода Уже с косметикой, с прической, конечно Людусь, скажите, а приходил ваш возлюбленный-то к вам? Вот... И что с ним было, какая степень тяжести у вечера у него была? Да, это моя трагедия, то, что вот я была... Он лежал параллельно с вами? Или у него не царапины? У него получилось две маленькие царапины Так вы же не пристёгнуты, поэтому, наверное, были, да? Оба не пристёгнуты, но я разбилась сильно, а он... Вы вылетели в лобовой, да? Да, я вылетела и разрезала Лицом пропахался Именно вот это вот я и разрезала, да, вот это себе лицо Моя девочка Он к вам Есть фотографии ещё, она до аварии какая была А давайте посмотрим Такая русская, редкая, милая Ну, это вот как раз, с которой я занималась моделью, да А где это всё происходило? Это у меня на родине, в Чайковском, где я сейчас и живу, в Пермский край Хорошо, хорошо Вот правда оправдываете своё имя Людмила, это людям милая Спасибо Вы людям были милы, почему не тот человек встретился... Итак, он к вам не пришёл ни разу в больницу, не навестил Он меня бросил Я думаю, вряд ли она одобрит свою склонность к экстриму Татьяна, у вас есть ещё дети? Нет, она одна-единственная Одна-единственная девочка Да Предупреждали, но только честно Я очень самостоятельная Или по принципу... Что значит самостоятельная? Самостоятельная это та, которая себе построила дом, не зависит от родителей, помогает родителям, на свои деньги получила образование А в чём самостоятельная? Чтобы самостоятельно закрыть дверь, а под утро пьяной открыть своим ключом? В чём ваша самостоятельность была? Ну вот рано начала работать, не зависеть от мамы А кем же вы работали? Официантом сначала Это во сколько? Тань, а вы нуждались, почему дочка, вместо того, чтобы учиться? Нуждались? Мы с ней скромно жили Да, скромно очень жили А папа? Отец в вашей жизни присутствовал? Кто бы вот ремень мог взять, достать и сказать? Мы разошли, они развелись уже, мы жили отдельно, а ремня мне некому было дать Тань, то есть вы не могли сказать, ещё раз вернёшься под утро с запахом алкоголя и сигарет, больше никуда не пойдёшь? Ну как-то, какие-то были методы управления? Если честно, я её пьяну не видела Я не приходила домой в таком виде Зато скромный, но сильный человек Ну она, видишь, она некоторые руки опускает, когда, там, о, всё, что мне делать, больше это, а это, как бы, видишь, устанавливается Молодец Почему решили после аварии приехать в Москву? Потому что слишком были тяжёлые воспоминания или другая была причина? Ну, понимаете, провинциальный город, город, не привыкший к людям, не той внешности Сколько лет назад вы приехали в Москву? Я сразу, вот полгода прошло Ну это когда вообще, сколько лет назад это случилось? Десять лет назад Десять лет назад, вы в 21 год приезжаете в Москву и сразу находите друзей по интересам, да? Которых ваша внешность никак не пугает? Я сначала занимаюсь внешностью Я прохожу курсы, у меня было четыре операции, одна за другим, в перерыве я работаю А вам оплачивала кто эти операции? Так получилось, что, в принципе, все операции у меня прошлись за маленькие деньги Даже по меркам провинции маленькие Тать, ну почему не нашли виновника? Почему с него хотя бы денег не взяли на операции для вашей дочи? Ну, пойдем, может, сынок там был, не последний, да, в этом городе? Из богатеньких? Он обеспеченный был, да, но он сам зарабатывал Ну, чтобы, давайте это, ну, чтобы я, как я поняла, договориться с этим самосвалом, который... Да, у него деньги нашли Отстегнули, а вам чего нет? Это, наверное, мамочка, к ней еще какие-то, 21 год, девчонка Давайте, прям, ваш, московский период Откуда доча? Прошло уже много лет Спустя той аварии Я через наши любимые соцсети Служба знакомств По переписке Познакомилась с молодым человеком У нас закрутился роман бурный Чем понравился? Внешность, статусный, ну... Почему вы не вместе со своим мужчиной? Так, он так решил А когда я уже рассказала, что так получилось В смысле, вы забеременели? В смысле, да Он стал настаивать на аборте? Да, сразу Категорично, но так как я привыкла принимать решение сама уже с раннего возраста Я для себя решила, что все, это точно будет ребенок и мой Независимо от того, какие... В графе... Прочерк? Прочерк, да? Такие глаза печальные у нее, на самом деле Вот с чем это связано? Ну, тебя побросили с ребенком Я посмотрел, какие у тебя были бы глаза Как вы представляете себя в новых отношениях, что чужой мужчина полюбит вашу дочку? У вас такие пожелания, даже не пожелания, а требования Я очень бы хотела, да Вы очень бы хотели, что вы для этого сделаете? Все, что возможно Скажите, пожалуйста, вы хотите от нас помощи? Да, я пришла Вы реально осознаете, что вам мама не додала что-то в воспитании? Таня, не камень в ваш огород Просто мы хотим счастья девочке и внучке А почему не камень? Я бы булыжнику туда притащила бы, чтобы она прям глядела бы на него каждый день Ну, уже и так она все услышала Ну, дай бог Тань, какого взять хотите? Доброго Доброго, чтобы спихнуть на него дочу, чтобы заботился о дочи, о внуче Так не бывает Павел, я думаю, ты понравишься маме Почему? Маме нужен добрый Она эту доброту в тебе разглядит Лариса, Людмила говорит Вот в анкете прям читаю Ей нужен мужчина, уже готова, как я понимаю Она не хочет его воспитывать Кстати, а что вы имеете в виду? Что значит воспитывать? И как воспитывать? В плане того, что как бывает Что нужно приходить, жене дарить подарки, цветы, помогать вечером выносить мусор В выходные ходить в кино, с ребенком заниматься То есть он должен прийти и все это уже сам знать, да? Вас обеспечивать, быть при этом добрым Причем другой женщина, он воспитан, это так я понимаю Приведенная в должное состояние Так она вам ее такого не отдаст А кстати, а почему москвич хотите? Засыпиться за прописку? Потому что Москва для меня близка по опыту За материальный достаток мы держимся или вам все равно? Я бы желала Вам все равно, без вопросов Нет, она не очень держится, судя по ее карте Я так понимаю, что вы склонны скорее свободно относиться к деньгам, к своим Не зависит ни от кого в первую очередь Но вам бы хотелось, чтобы у мужа были деньги и имущество Проходите, знакомьтесь с первым женихом Здравствуйте, Людмила, меня зовут Дмитрий Очень приятно познакомиться, это вам Пойдемте познакомимся Дмитрий, 41 год По образованию инженер радиорелейного оборудования Работает начальником IT-отдела в океанариуме Любит автомобили, природу и ночные клубы Мечтает о карьерном росте и счастливой семье Гордится сыновьями Предупреждает, что стерва не его женский идеал Первая возлюбленная Дмитрия не умела отказывать мужчинам А вторая закрывала глаза на его измены Но в обоих случаях отношения были обречены Надеется, что с Людмилой он сможет обрести душевное равновесие Дмитрий, как так случилось, что вы влюбились в барышню неразборчивую в связях? Ну, поначалу я вообще не знал об этом Просто это выяснялось как бы в отношениях потом уже А вы ее застали, ну, как говорят, со свечкой? Потом, да Или вам просто ее оговорили? Нет, потом, да Ну, расскажите, как вы Ей было 19, вам 16, когда вы влюбились Да Три года в этом возрасте, это огромная разница Это просто она буквально тетя была в ваших глазах Что в ней привлекло? Доступность? Опыт ее? Ну, можно так сказать, то, что как бы она меня взяла в оборот А вы знали, что она не свободная? Нет, не знал Мне кажется, он очень хороший Вполне себе Да, добрый такой Значит, это была девица легкого поведения Так я понимаю, мужа изменяла, вам изменяла Вы тоже в долгу не оставались Ну и гуляли себе Вот это нам надо было сейчас, лишняя информация Хорошо, а женились знакомы когда? А женился у меня по дому соседка была И они с подругой Это было, ну, выходные как раз Они собирались на дискотеку И меня позвали к себе Как бы посидеть с ними Потом вместе пойти И решили поспорить Это я потом узнал то, что На вас? На Грозавчика? Да, с кем я буду Ну и получилось так, то, что я вот остался своей будущей женой в тот момент И сколько вам было? Годку? Семнадцать Да, семнадцать Как оно хотелось жениться Просто престарелые девятнадцатилетние Это понятно Не, ну мы встречались потом два года А после этого женились Двоих детей родили? Да, двоих детей А зачем вы ей изменяли? Ну, узнал я тоже Тоже, как бы Некоторые нюансы Ну, какие некоторые нюансы Вы узнали, что вам позволило ей изменять? А вашей жене прощать вам эти измены? Ну, если быть честным Честным, конечно Если быть честным То у нас уже, как бы, дальше все шло То, что, ну, жизни никакой Ну, понятно, двое детей Любви тоже никакой Пресс уже не тот Грудь уже не та Да нет, нет, дело не в этом А вам совсем мало лет А вокруг куча девчонок И все они доступны Нет, мы даже в ЗАГС Когда в ЗАГС пошли Мы в ЗАГС пошли назло родителям Ее Молодец Молодцы дети Поступайте все так Женитесь назло родителям Потом будете здесь сидеть А родители отговаривали вас Ссылаясь на что? Какие причины у нее? Ее родители Ее родители Шаня говорит Зачем тебе этот Димка раздолбай? Ну, что-то типа того Образ жизни такой был Не очень А она говорит Люблю, не могу Да Вот сейчас они смотрят телевизор Скажут Эх, дура Говорили мы тебе на Ну, мам Ну, хватит Ну, понятно С мальчишками Видитесь? Да, каждый день Если там двое детей Нафига ходил на сторону? Блин, товарищи Если у вас все сложится Как вы относитесь Будете относиться к тому Что Дмитрий Видится с детьми Практически каждый день? Ну, только честно Давайте так, ребят Без всех этих О, да Я даже буду нервничать Если он в один из дней Вдруг не пойдет В свою бывшую семью А почему они с нами Не живут эти дети И ваша жена Не приходит к нам в гости Мы это слышим Они взрослые уже Старший сын сам к нему приезжает Старший, да После армии уже все Они взрослые А, так они дядьки уже Конечно Поэтому он двадцать лет А младшему? А младшему одиннадцать Он еще в школе А, скажите А вот у Людмилы Маленькая куколка Ну, детей я очень люблю На самом деле То есть не будет это Вас не подключить? Нет, у меня как бы А вам не кажется странно, девчонки Что дочка похожа на Дмитрия? Посмотрите на лицо Да? То есть если вы в какой-то Если вы пойдете в цирк выходной То все будут думать Как девочка похожа на папу Одно лицо? Хороший знак А меня другое смущает Вы тут такую профессию не приду Потому что я про такую профессию не слышала Начальник IT-отдела В океанариуме на ВВЦ Информационная Информационная технология Для рыбок, что ли? Почему для рыбок? Океанариум Ну, это там Большой офис А сколько платят За такую уникальную профессию Работу? Секрет А что секрет? Вот у нас все-таки Она тут глазки-то опускает Видать, правильно Смотрит нашу программу Знает, кому поддакнуть надо И произвести впечатление Меня не проймешь Хочет в Москве остаться У вас что есть-то? Про деньги ничего не говорите Профессия странная На самом деле то, что у меня было Да, допустим По которой я дом построил Я оставил детям и жене Второй дом я строю А здесь снимаете квартиру, да? Да А ничего, что если... А у вас есть что? По квартирам вопрос Тоже снимаете? У вас своя квартира в Москве? А нет, у меня в Москве нет Я же не в Москве Послушайте, а где вы живете? В провинции там мы живем А, так и продолжаете жить Я-то думала, что вы живете в Москве Вот почему москвичное нужно А-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Отdel��� Тогда я пошу Нет, Людмила, тогда ничего не понимаю Вы родили от мужчины, когда жили в Москве Нет, я забеременела И уехали к мамке Ну, естественно, как в Москве хвост прижала То к мамке А сейчас хотите снова вернуться в Москву Но не вообще огонь, не в съемную коммуналку Как мужчине Ну, да, конечно Поняла Тогда вы хитренькая Тогда с чего это вдруг? Тогда как в фильме «Москва сезав не верь» А ты вот с мое сначала поживи в общежитии, а потом в коммуналках. Живешь, как вы все хотите, это сразу и строится. А ты вот поживи со мной, да, поезди по городам, все это дело, пожуй пыль, и тогда в Москву. Вы знаете, что у вас три бонуса? Семейная тайна, минута наедине и скелет в шкафу. Что вы выберете? Скелет в шкафу? Скелет в шкафу. Зачем он вам нужен? У вас аэрофобия? Да. Мне кажется, когда, если я сяду в самолет, он обязательно уходит вниз со мной. Дорогой мой, ну сегодня есть другие средства передвижения, поэтому за океан можно и летать. Да? Вас это пугает, что у вашего мужа может быть аэрофобия? Я его понимаю, сама гашу в себе такое же ощущение на взлете и на посадке, да, как бы. Я его поднимаю, поддерживаю, это имеет место быть у большинства людей. Я думаю, что мы вместе с этим справимся, да? А вы приготовили сюрприз для невесты? Да. Может быть, посмотрим? Да, конечно. Можно вас пригласить? Мне надо посмотреть в ваши глаза, очень близко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это будет тайна. Медленная. Расскажите, как у вас так все происходит? Да, вот так и случается. Вы слышали, да, как бы такое стечение обстоятельств жизни? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, на самом деле, это, как бы, вы тоже вот и виноваты в том, что не надо просто пожечься людьми, которые с вами окружают вас. Мягкое, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, очень мягкое. Ну, так вот, если бы их не знать, то, в принципе, можно даже сказать, что они смотрятся как-то. Из-за этого, как бы, мне не то, что именно москвич, да, а то, что город близок, часть жизни уже провела здесь, было пожелание воспользовано, что, в принципе, женихи... Абсолютно очень как-то… Клевновые. Абсолютно старше будет вообще просто… Нет, а когда говорят, что дети сближают, что дети склеиваются, дети так могут разрушить. Спасибо большое! Дочка ревнует, Людмила. Вот, кстати, вопрос Это она маленькая так ревнует Потом будет втискиваться между вами Правильный сюрприз Но мы с тобой договорились Почему-то не сделала так Попробуй подружиться Посмотрим опыт Спросите, почему он оплачет Мне было неприятно, что вы с чешим дядей танцевали Спасибо, парни, проходите в комнату А Дима сейчас что-то там у нас Что ты плачешь? Что ты плачешь? Мария, а? Чувак, три? Три года Три? Три года все? Да Ну, уже большая скорость будет Скоро в сад под... А, в сад уже уходит Скоро в школу Она при чем поздравляется Я думаю, что если бы вы танцевали вместе все, втроем Она бы не плакала Спасибо большое Но потом бы она вместе с вами спала Я еще хочу сказать Людмилочка, если хотите замуж Конечно, с ребенком нужно будет проводить и беседы задолго до того, как вы приведете мужчину в дом Эх, дочка приливновала Татьяна, а вам понравился Дмитрий? Понравился Не староват, нет? Ну, уже 10 лет Прекрасно Мало ли, может, у мамы свои виды? Татьяна, а почему вы такая симпатичная женщина, не вышли замуж? Я живу с мужчиной 17 лет уже А, то есть дедушка есть у внучки? Да Проводит время все? Редко Почему? А потому что мы живем с его мамой То есть у вас тоже куча проблем, да? Да Там другая семья Мы в нее... А почему вот не жить хотя бы ради дочери? А она куда его должна деть, 17 лет прожив с мужчиной? Это так только на слова Ну, это мужик чужой, а это дочка одна Что мужик будет на старости лет ей стакан подавать? Вот доча будет, а не мужик Роза, а ты когда со своим уродом жила? Ты же не думала, я же разговаривала с Ксюшей, он не нравился ни одной минуты Вот, и я избавилась, как от таракана Ну, избавилась, слушай, когда? И после чего? Нет, Роза, это легко говорить Почему? Нет, так я извини, не жила, сегодня ты не избавилась от него Она 17, я все-таки детей на первое место поставила У вас хорошие отношения? Нормально Может у Людмилы с Дмитрием что-то получиться? Как тебе, Дмитрий? У них одинаковое эмоционально-чувственное восприятие жизни Раз, но он более свободолюбивый, чем вы Вы более традиционно в отношениях Плюс ко всему, он действительно человек добрый и мягкий, но бывает взрывной Вот когда все достает, он взрывается и мало не покажется Но у вас есть физическая совместимость Видишь тебя даже по этому, по звездам Знакомьтесь со следующим женихом Приветствую, меня зовут Павел, я люблю путешествовать Я хочу показать тебе весь мир Павел, 39 лет Владелец собственного тренинг-центра Любит смотреть кино, читать фантастику и обливаться холодной водой Мечтает слетать в космос и вернуться обратно Признается, что карьера для него всегда будет на первом месте Предупреждает, что командовать парадом всегда будет он Павел уверен, что был для своей возлюбленной всего лишь подстраховочным вариантом Надеется, что для Людмилы он станет главным мужчиной в жизни Павел, почему вы считаете, что были для своей любимой подстраховочным вариантом? Можно сделать вам маленькую презентку? Да, а вы делайте подарки и рассказывайте А это для вас Спасибо большое Какой интересный, уверенный парень Да, серьезный, как бы солидный мужчина Так почему вы считаете, что стали для любимой подстраховочным вариантом? Ну, мы с ней когда познакомились, когда она ко мне приехала У нас был роман примерно год, когда мы друг к другу ездили Она пришла к вам на ваши тренинги? Да, то есть она приехала ко мне на тренинг где-то день на четвертый, когда она пришла в себя Пришла ко мне за консультацией Проконсультировали? Проконсультировала, она со мной осталась Всю ночь консультировали? Да Несколько раз Да, ей понравилось Ну, судя по тому, что вы на долгое время были с ней А замуж звали? На тот момент я не был к этому готов Понятно Ну, голову-то ей морочили? Почему? Нет Ну, то есть она подняла вопрос о браке Это был июнь, почти через год после нашего знакомства Когда у нее начались подвижки на работе То есть в крупной организации начались сокращения Был шанс, что ее просто сократят Она начала, ну, беспокоиться И тогда начала заводить Это ваше умозаключение? Это вы так решили? Она прямо вот вам говорила Я боюсь, что меня сократят Поэтому я хочу за себя замуж Ну, чтобы какие-то деньги были Ну, надо быть идиотом, чтобы не связать эти два варианта Ну, и там у нее реально пошли сокращения Да, но вы же не побежали жениться? А? Вы же не побежали жениться? Нет, потому что на тот момент я не мог ее обеспечить Ну, немного он показывает себя так вот Ну, умеет держать себя, да Павел о себе заявил, что у него характер диктатора Всегда за ним будет в семье последнее слово То есть как он скажет, так и будет Спорить с ним бессмысленно Все решения в семье будет принимать он По крайней мере, честно А давайте посмотрим, как он живет И может нам в этом отношении станет понятно Ну, давай Кстати, да Приветствую, с вами Павел Я хочу показать вам, как я живу Вот это моя широкая двуспальная кровать Я себе ее купил с нормальным жестким матрасом Вот здесь вот магнитики из разных городов Из разных стран, в которых я бывал В квартире, где я живу, у меня две отдельных комнаты А вот это мое рабочее место Это мое любимое кресло, на котором я работаю Это моя замечательная машина Некоторые времена назад, когда я ее покупал Я увидел ее потрясающе желтый цвет И я понял, я хочу, чтобы у меня была желтая машина Павел, а это съемная квартира? Да, съемная Да, видно, потому что не обжитаем, случайная мебель Все как-то на одном С приданым что-то у вас не айс, как говорится А что, мне накупать шкафы, что ли? Я предпочитаю наличку Наличку можно конвертировать во что угодно Достаточно быстро А жене, вот какое счастье будет рядом с вами? Смотрите, вы диктатор Все будет, последнее слово, за вами Площадь у вас съемная А какое счастье она может от вас получить? Я беру на себя полностью обеспечение семьи То есть, с моей точки зрения, женщина не должна работать Или она должна работать для удовольствия Нет, послушайте, а если А женщина любит безделиться Женщина иногда любит тратить деньги впустую Потому что это приносит какое-то удовольствие А вы скажете, нет, а это мне кажется неразумным Я считаю, что это глупость И что ей делать? При этом она не будет работать Я вам приведу пример, что когда мы с Павлом пересекались в Израиле Он приезжал туда с девушкой Это было два года назад И как раз девушка довольно много показывала безделушек Чего бы Ну, то есть, я не увидел ни разу, чтобы Паша сказал нет А цены в Израиле на безделушки Паш, давайте так, безделушки, безделушки Безделушки, это различная бижутерия Какие-то колечки А давайте про самое дорогое А сейчас скажу, а самая дорогая безделушка сколько стоит? Ну, евро 300 Да ну, право, что там какой-то, не пойми кого Вот у нас тут невеста есть Давайте так, по-конкретному Раз вы готовы обеспечивать, квартиру в Москве купите? Я в Москву не буду переезжать А мы в Москву хотим? Я не хочу в Москву Кто хочет, что пускай А вы где живете? Я живу в Томске Сорика когда-то улыбалась сразу так Она уже скептически настроена, мне кажется, на поездку в Томск А вам зачем жена? Для того, чтобы быть более счастливым человеком Ну вот для чего? Убирал, стирал, готовил Ну, это дело домработница, я вас умоляю За тысячу рублей всю квартиру вылежит У вас есть домработница? Да, конечно А что, она плохо убирает у вас? Ну почему? Нормально убирает? Не так, что ли? Все чисто там было А ты что убирает? Просто я редко дома бываю, я чаще в путешествиях Понятно Любите себя в засос? Если была возможность, женились бы сами на себе Нет Грызово в щеке И машинку любите И в квартире все под вас Чтобы было так удобно Это моя жизнь В моей жизни все должно быть под меня Конечно Павел, вы не готовы жениться Вы не осчастливите ни одну женщину Татьяна Давайте так Дайте по-честному Смотрите, столько настрадалось Видно Это же не знаете Есть женщины, которые в принципе любят страдать Которые любят рядом с мужчиной Чтобы стукнул по столу Особенно в Сибири Потому что другой жизни не знают Потому что сами таких сыновей, мужчин, братьев Растят Которые Я сказал И не важно, что он дебил У него одна извилина Ой-мой Сказал Ой-мой Сейчас с работы придет Ну я побежала, Рос А то мой любит вот то Мой любит вот это Я сама выросла в такой обстановке На Урале Культ мужчины Мужчина ничего не делает Живет в свое удовольствие Он будет стоять у стола Женщина ему стул принесет Я свидетельница Он у холодильника умрет Потому что жена должна еще подсуетиться Оттуда достать Разогреть и поставить Я жила в такой семье Альбин Говорил мой отчим Царство небесное Мама Стелила ему кровать Аль Воды Аль А стул ты где? Мама моя Две смены Учительница Тащила ему стул Я вас знаю Оттуда Оттуда Как говорят В Сибири Так что Да Так что скажите мне Татьяна На кой нам Вот такой вот Павел Нужен Женщине Молодой Прилежной Которой Свою уже отстрадал Вот он сидит Гоголем Это же прям на лбу написано Люблю себя Себя Люблю Очень-очень-очень Люблю себя Правильно Потому что Самое дорогое Что у него есть Он сам говорит Это я сам И мое время Тогда скажите Сегодня Да Естественно И заточен на карьеру Естественно И там горе оно огнем Тогда для чего ему жена Танечка Просто поясните На сегодняшний день Не самое плохое качество Для мужчины Когда он готов Брать на себя Ответственность Принятие решений Да она проклянет все Да Она проклянет все Через месяц Потому что он нарисуется И в 5 утра Скажет Меня не трогать Устал Из командировки Вы знаете что поразительно При всем его честолюбии Он Ему очень нужен Сильный партнер И он действительно Будет дома Как ни странно Бегать на цыпочках Да если жениться Жениться Такой как я Будет в доме Спроситься Про кушание Больше преувеличивает Знаешь себя там Преподносит Прямо такой Но вопрос то в другом Вопрос то в том Сколько он на сегодняшний день Скажем так зарабатывает В сухом остатке 39 лет Одинокие Детей нет Съемная квартира Женщин нет Съемная квартира А у вас осталось Два бонуса Свидание наедине И семейная тайна Что вы выбираете Семейная тайна Мой дед Был солдатом Который в 1825 году Вышел на декабристскую площадь Во время восстания декабристов Его по этапу Услали в Сибирь В село Почетанка Это было По-моему 8 поколений назад И собственно Оттуда пошел мой род То есть я Сибиряк Уже в 8 поколении Мне нравится Сибирь Я люблю морозы В минус 27 в этом году Когда были жуткие морозы И в общем вот Весь заледенелый Своей обычный бенул Поэтому вы выглядите так молодо Без дурных привычек Судя по всему Я не пью Я не пью Наркотики не употребляю Веду здоровый образ жизни Молодец А сюрприз покажете Для сюрприза Я приглашаю вас С дочерью На сцену Можно? Интересно Что ты так хочешь Устроить Ну да Хорошо что ребенок участвует Ура 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 Сладости любишь? Это подарок Для Людмилы Для ее дочери И теперь Сейчас мы включим Эту развлекалочку Так Ой Опля Отойдем с того Дочка Вам торт больше интересен Чем это Харел Ангелин Любишь играть? Да Скажи ему что-нибудь Скажи Я люблю играть Я люблю Давай поженимся Подбираться Через ребенку У нее сердце Прекрасный подарок Просто прекрасный Вот как ребенка Легко завоевать А тортик что Посмотреть только что ли Или поесть можно Нет уже здесь этих А Ну так отдайте он невесте Молодец Спасибо большое Павел Спасибо И ребенка будет Чем заняться Проходите Спасибо Проходите С своим другом Ну что Павел Что-то она на меня Закусилась Нет На самом деле У нее роль такая Роль такая Вот сначала На всех наехать Всех облить Всех облить И посмотреть Как они будут С себя реагировать Понравился? Да Очень интересный Молодой человек Только я не совсем Уверена Что он Тоже как и я Определен Что ему нужно Пришел сюда Чтоб попробовать Что-то новое Ну не знаю Нужна ему Как вы считаете Характер Ваш на Всеменных отношениях Или стерпится-слюбится Или вы тоже Как провинциалка Думаете Что подстроюсь Главное Не пьет И не курит Нет У меня нет Такой тяги Что подстроиться Стерпится-слюбится Я считаю Что семья Совместный быт Основывается на любви Ты будешь другим По-любому Если ты будешь Долго жить с человеком Ты по-любому Изменишься По-другому И по-другому Быть не можешь Просто вот это Надо было показать Тамара Что звезды? Они оба скорпионы Очень похожи По внутренней силе Тем не менее Действительно Для личной жизни Это будет человек Очень мягкий Для него семья И партнер Это свет И надо сказать Мягкий будет в семье? В семье, да Да что ты говоришь Честное слово То есть это совершенно другое Зачем тогда он себя Наговаривает Что все будет по его? Плюс ко всему Но Он очень требовательный В чувствах Он замечает Каждую мелочь Он замечает Что вы сделали не так Как вы одеты Что положили не туда Вот понимаете И если она Проявит к нему интерес То может быть Очень сильная страсть Физическая совместимость Даже животное Тогда проявляйте Этот интерес А пока Знакомьтесь С третьим мужчиной Проходите Привет Людмила Ты классно выглядишь Такие у тебя Классные Голубые глаза Это тебе Спасибо Спасибо Дмитрий 40 лет Ведущий инженер В телекоммуникационной компании Обожает мотоциклы Сноуборд Дайвинг И свою собаку Гордится Третьим местом По тайскому боксу В чемпионате Москвы Мечтает купить яхту И отправиться В кругосветное путешествие Когда Дмитрий Осознал Что у него С гражданской женой Уже два года Не было интимных отношений Понял Что пора расставаться Надеется Что Людмила Его женщина Людмила К вам вопрос А почему вы целуете Всех мужчин Да, вот я тоже думаю Чего это она прям носит Я же задала этот вопрос Я же Я же приветствую Вообще всех мужчин Всегда целуете при встрече Вот да Меня тоже этот вопрос интересовал Почему она всех целует С цветочками пришли Да, можно вам подарить Да, конечно Даже нужно АПЛОДИСМЕНТЫ Лариса Спасибо большое Роза Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дима А почему с гражданской женой пропали интимные отношения Потому я не очень понимаю, что значит гражданская жена Сожительница Сожительница И сколько вы с ней прожили? Восемь лет А почему расстались? Ну, скорее всего, банальная история То есть, как бы, чувства угасли Ну, изжили отношения Изжились отношения Ну, это даже неинтересная история Потеряли интерес Ну, и была, и была Банально все А потом у вас была женщина с ребенком Да Сколько ребенку было лет? Ребенку семь лет, мальчику Мальчик был совершенно невменяемый, да? Мальчик был, ну, ребенок Все дети, они, в общем-то, требуются Нет, не все дети Давайте так Тоже в прелесть впадать не станем Я не самая главная чадолюбка на земном шаре Есть дети отвратительные Есть дети плохо воспитанные Есть дети, которые могут расшатать Любые отношения между родными Мамой и папой А уж теми, кто только пытается войти в отношения Ну, мне кажется, что дети, они все одинаковые Нет, дети все разные Давайте так еще раз говорю Дети есть воспитанные Просто он невоспитанный Бабушка его воспитала так Что если тебе, например, захотелось в метро Дать взрослому человеку подпопник То можно подойти и пнуть Если тебе захотелось пописать То главное не в глаза взрослому дяде или тете А так, на ногу А ты собачка Очень хорошо воспитанные мальчики Вы говорите, что все одинаковые Нет, ну воспитание это одно Как бы душа Вы пробовали бороться Вы пробовали? Конечно В этом душа у ребенка была Ну, наисветлейшая Нет, ну а в каждом человеке душа прекрасна Вы сейчас что, вы гараж Мы сейчас о чем с вами говорим? Мы сейчас говорим о том, что была женщина и ребенок Который потом перешел и на вас И вам мог разогнаться со всей силы Дать под ягодичник Не виноват ребенок Если женщина вставила между вами и говорила Не смей трогать Она не может им управлять Я в нем свободу воспитываю Он должен быть таким свободным То это одна история Нет, нет Если не подпускала Она пытается ему что-то говорить Ну, как бы в мягкой форме Но он неуправляемый Он, видать, этим ребенком не занимался Он говорит, там И до него им никто не занимался Да, и до него им никто не занимался Поэтому мальчик вырос Вон, видишь, каким хулиганом Скажите, а вы сами не местные? Ну, не москвич? Почему? А квартира в Москве? Да А я просто читаю и думаю Ну, надо же, у него в качестве приданного Только дача и мотоцикл И все, что ли? Что же ему? Огромная дача Огромная дача А квартира? Огромный мотоцикл Я же так уже вернулась Хороший мотоцикл Ну, я бы хотел, чтобы меня воспринимали Не как источник там Каких-то блоков А как вас воспринимать? Извините Как человека Какого человека? Порядочный, дисциплинированный Ладно, мне это неинтересно Давайте я лучше на ваш дом посмотрю Это мой пес Граф Мы живем вместе Так как собачка Хоть и короткошерстная Но достаточно много от нее волос Приходится выбираться почти каждый день А еще я люблю готовить Вот результат У меня есть два кубка За участие в мотосоревнованиях Молодец А пропишите Мы не местные Вопрос такой очень тонкий Нет, не тонкая Вы смотрите У Людмилы задача Переехать в Москву Хочет жить в Москве Ей кажется, что она здесь лучше устроится Что и Москва больше понятна, чем провинция Ну, квартира мне досталась по наследству от бабушки И она мне завещала То есть никого не прописывать Не, ну мы это поняли Что мы претендовать не можем Потому что все это Но все равно А что вам не прописать-то? Ну, потому что это Было пожелание Человека Бабушка горбатилась всю жизнь На ЗЛК где-нибудь Чтобы эту однокомнатную квартиру А он до 40 Что дожил И что он нажил Кроме бабушкиной квартиры Которая, естественно Смертью умерла И что у него Только мотоцикл один Скажите, пожалуйста Давайте по поводу вашего байкерства поговорим Это вы из тех Которые не дают спать Приличным горожанам Я стараюсь Именно В спортивную часть Ну Развиваться Если позволить Я выскажусь Дима на треке Катается на мотоцикле И нету Безумных перемещений по городу Вот о чем вы говорите Когда тревожат соседи Или кого-то Хорошо, если жена скажет Дим Тебе пятый десяток Ну как-то хочется уже Общих детей Хочется семьи Вот и головой Качает Людмила Скажете? Это спорт Это же Нет, он не бросит Никогда не бросит Спорт и поездка Думаю, что хобби Потихоньку пойдет на второй план Нет, вот Тамара говорили Нет Не будет Вы не бросите ни поездки Не спорт Это правда Спорт Это приятно Это форма А я за вас замуж выйду Я как раз Семьдесят Решила байкером стать Я вас отговаривать не буду Роза замуж собралась Здравствуй Да Людмила Не будьте так пассивны Если вам нравится Дмитрий Вы сейчас вправе Заявить Объявить Потребовать Попросить Соглашайтесь Может быть вам и нравятся Именно такие Мы же уже с Розой женимся Останетесь вдовой Квартира Автоматом перейдет вам Что-то сплюнь Что же такое А что жизнь Что хотите Ну на квартиру Я опять же Допуская ошибку свою Да Прошлую Мне уже указали Что не претендовать Ой, ладно Сейчас так говорит А ты после секса с ним поговори Может согласись Тогда у вас есть возможность Пообщаться наедине Аж целую минуту Проходите А мы пока с вашим другом поболтаем Она тихая И он тихий И они сойдутся Они будут ходить и молчать То есть так тоже неинтересно Как ты относишься Ко мне К моему ребенку Достаточно активно себя Она тут показала Ну тяжело так Вот в принципе Ну незнакомые люди Там как бы не общались даже Потому что этот ребенок Это мой, да? Он часть меня Она никогда не уйдет Ты хочешь детей своих, да? Конечно Вот свое это будет другое, да? Нет Когда у тебя общие уши Ну для меня Мне кажется нет разницы Хочет московскую прописку Жених вон в несознанке Кого-то вербанить надо Он очень по-умному сказал Бабушка, помирая, сказала Только ты внучок Там не прописывай никого Я бы, говорит, прописала С удовольствием Но бабушкина последнее желание Не могу Не могу Все Вы знаете Законодательство Российской Федерации Позволяет Не запрещая Диме Прописать ее у себя И Это никаких имущественных Посредствий не влечет Правильно Проходите Но у вас еще сюрприз За вами Небось сейчас Мотоцикл свой вытащите Мне нужно переодеться Давайте Только скоренько А мотоцикл Дорогой у него? Очень дорогой мотоцикл У него не один мотоцикл И А сколько? Три А где он и хранит? В гараже У него еще гараж И гараж есть Ой, это хорошо, что гараж есть Слушай, а зарабатывает он сколько? Я думаю, что он очень достойно зарабатывает До 100 тысяч или больше? Ну, я думаю, конечно, побольше Кошелек должен быть общий? Или у жены? Или пополам? Как? Ну, я считаю, что общая тумбочка должна быть Ну, из которой, в принципе А кто в эту тумбочку будет класть? Оба Ну, вы засветите свой стабилизационный фонд Так называемый Ну, какой-то А я Я Буду открыто Открыто все делать Открыто Ну и дурочка Я с вами согласен Все открывать не надо Почему? Это здорово, когда в семье согласие И все понятно Ваши деньги, наши деньги А наши деньги, наши деньги Жених готов у нас Давайте посмотрим на сюрприз А ты будешь составлять праздничный фонд? А там составлять нечего Он сам юрист Я все подарствовала Все свое подарствовало Если двигаться пластично Ну, есть шанс, что и секс У меня все хорошо Спасибо вам, парни Проходите в свою комнату Что вы скажете, Людмила? Вот, хотели москвича с квартирой Пожалуйста Ларис, можно вопрос? Я вот все стеснялась задать Для меня очень важен визуальный контакт Я пыталась его установить С каждым из женихов Я хотела бы спросить Ну, не постеснялась, в принципе, при нем А вот последний, третий жених Который, вот, у него друг Он в паре, в браке Не женатый? Ой, а правда Глеб! Тебя зовут Глеб, у вас есть женщина? У меня есть прекрасная жена Ее зовут Мария Все, уходите Дальше неинтересно То есть понравился вам, да? Ну, во всяком случае Он интересен контакт Пытался восстановить Да как бы Вот, это моя минус То, что я интересуюсь Это не минус, деточка Просто свободный мужчина Вот все вот так они выглядят Немножко зажаты Не всегда правильно одеты Потому что женщины нет Которая подсказала, как прийти А вот жена-то вот Свободная Ла-ла-ла А женатые мужчины Вообще очень мамки И привлекают Да Колиные, лилейные Знают, тылы закрыты Че им еще? Гуляй не хочу Вот так и случается Я думаю, что ее запутало Количество мужчин Все вполне себе, я считаю, достойные Знаете, в чем ваши проблемы? Слово «любовь» Вы за всю программу Не произнесли ни один раз Просто ни единожды Вы хотите устроиться Устроиться за счет мужчины-москвича Устроить своего ребенка Помогать маме Пока вы здесь найдете работу И так далее, и так далее Вот каждый, наверное, заходит к себе И думает А мне на кой? Вот если бы вы горели Никто на ваши шрамы не обращает внимания Абсолютно этого Ничего не видно У вас такие красивые волосы Худеть не обязательно Не все любят сухоток Но вы не готовы любить У вас нет сил в организме У вас нет Ну, может быть, только на секс Потому что молодая А на любовь, на то, чтобы отдавать У вас нет энергии Поэтому вам нужно для начала Может быть, чуть-чуть подрастить девочку Немножко по-другому Начать к себе относиться и к мужчинам С телом делать Начать уважать мужчин И понять, что мужчины Нужны тоже для удовольствия Вам сейчас Ну, я бы, например, не посоветовала А с кем ей тренироваться-то? Мужчины нужны Просто любовник Хотя бы для тренировки Просто любовник Ну, давай мы про безнравственные вещи А при чем здесь безнравственные? Значит, извините Как пописать, сходить? Это нравственно? Это тоже А это тоже Ну, а что теперь делать? Это потребность организма Ну, это Каждая женщина сама с собой знает Как договариваться Но Замуж сегодня, Людмиле Выходить нельзя Вы не готовы Ну, что вы Вы вялая Абсолютно Вы вялая Уставшая Озабоченная Мамаша Маленькой девочки Я обо другом Ни о чем больше не говорю Ну, и кому вы такая нужна? Ну, Лариса, она так Провдорубь такой Жестко Даёт достаточно жесткую Обратную связь По всем Вообще моментам Кто понравился? Все же их хорошие Ну, вы не можете пойти к трем Кому вы пойдете? Нет Почему? Потому что Они не пойдут за мной Откуда вы знаете? Почему? Вы просто Почему вы так решили? Они просто скромничают На самом деле Эти люди Вы понравились? Более близки вам Ну, вас еще и комплексы К тому же Дедушка моя Ты только до пенсии Вот, я правда говорю Почтальон дождешься А не жениха Который тебе пенсию принесет Вы должны пойти К кому-то из этих женихов Димка В третий Вот Или последний жених Самый перспективный Убирай свои эти комплексы Сейчас вон Про дочь учится Свою подумай Зацепиться-то надо Здесь за Москву-то А то твоя мама сидит Мямлет Ничего нет Меня слушай Пристроим Расскажу как надо Но ничего Да не любовь Ну и что? Зато Почему Почему не любовь? Почему действительно Хотя предможная любовь Глядишь Конечно Просто Сейчас это Знаете, если вы Возьмете на себя роль Я имею ввиду Дмитрия последнего Роль сестры Мамы заботливой То вам перейдет все Он сам вам Собственной рукой Все отпишет Все подарит То зачем вы хотите Приехать в Москву Дим, я считаю Что тебе стоит Попробовать Попробовать Почему нет? Ну да Да даже регистрацию Временную сделать Можно Дмитрий Хороший парень Сговорчивый И что приезжали Ну только И вы должны быть Для него Очень приятным человеком Ну да Обоюдно Ну так и пойдите Да? Да Мы вас в любом случае Поддержим Проходите Решайте сами В любом случае Мы ваш Любой выбор Поддержим За что вас Возлюбленная Ударила твуретку По голове Ну потому что Он меня ревновал Я ударила его По руке За что мне Прилетело Прямо в лицо С кулака И я упала Потерял сознание Не смогла простить Рукоприкладство И то что ребенок Увидел Сколько можно Буду надо мной Издеваться Тебе придется Терпеть меня Страшно Предлагаю всем Выйти из комнаты Давайте Людмилу Поддержим У нас нет пары Ничего страшного Если вы тоже одиноки Или вам понравился Кто это из участников Сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я Лариса Гузеева Желаю Чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай поженимся Не отчаивайся Все будет хорошо Я в Север Мне 21 год Работаю водительного автобуса Разложение местных договоров Люблю готовить Фотографировать И активные отдых Ищу девушку От 20 до 30 Среднего телосложения Которая будет Обо мне заботиться Выражайте симпатию Нашим будущим героям Отправляйте свои отклики С их номерами На сайт Первого канала